Первоуральск стал центром поединков по джиу-джитсу. За один день на татами вышли 150 спортсменов-единоборцев со всей Свердловской области. Не обошлось и без потерь. Некоторые болельщики остались без голоса. За кого так переживали зрители, расскажет Елена Пряхина. С первых секунд раунда Иван Машковцев укладывает соперника на спину и до конца поединка держит хват. Он хорошо владеет базовыми приемами нападения и легко уходит от удушения. В копилке восьмилетнего спортсмена из Сухого Лога несколько десятков побед на областных и городских соревнованиях. Выиграть в этом поединке, говорит спортсмен, помогла поддержка зрителей. В Первоуральске проходят областной чемпионат и первенство по джиу-джитсу. Это вид японской борьбы, в котором допускается использование удушающих и болевых приемов. На соревнования съехались спортсмены со всей Светловской области. Всего 150 человек и почти половина из них сегодня дебютирует. У нас проходит деление на новичков и опытных спортсменов. И, соответственно, все новички будут бороться только между новичками. И опытные спортсмены будут бороться между опытными. Девушки у нас также участвуют и большая часть девушек представляет город Первоуральск. И девушки на татаме выглядят не слабее сильной половины. Ольга Зонова занимается джиу-джитсу около двух лет. Это уже ее 20-е соревнования. В одном из поединков спортсменка буквально вырвала победу у соперницы, использовав болевой прием. Победы не всегда тоже важны, потому что, ну, если ты выиграешь, как бы, не зная этого, не понимая, это тебе не пригодится. Бывают проигрыши намного лучше, чем победы идут. У Максима Щербенева сегодня более 20 поединков. Вот только сам на татаме он не выходит. За победу борются его воспитанники. Самым маленьким из них только 4 года. В качестве тренера на областных соревнованиях молодой человек впервые. За пару часов он уже сорвал голос. Рассказывает самое сложное – объяснить малышам, что проигрывать не стыдно. Я с ними разговариваю перед соревнованиями, во время соревнований, ну, провожу разговоры с ними. И я им настраиваю на то, что им не обязательно выиграть, им главное – получить опыт на соревнованиях, с которым дальше, да, они будут выигрывать, выигрывать везде. В этом чемпионате первоуральцы завоевали около 40 медалей. А уже в ноябре их ждут межрегиональные соревнования в Екатеринбурге. Елена Пряхина, Александр Захаров. Новости. Первоуральск. Новости. Первоуральск.